Друзья, всем привет! Сегодня у нас на тесте очень интересный китайский автомобиль, у которого в теории есть все возможности, чтобы перевернуть наше с вами представление о китайском автопроме Это новый купе-кроссовер Gili Tugela И дело тут вовсе не в дизайне, хотя да, Tugela, конечно, очень ярко и здорово выглядит, но ведь в принципе у китайцев уже достаточно красивых автомобилей Но проблема в том, что эти автомобили очень часто оказываются не более чем просто красивой оболочкой без серьезной проработки технической стороны вопроса То есть где-то в чем-то у них есть какие-то заметные откровенные минусы И, например, лично я для себя пока еще не нашел ни одного действительно гармоничного китайского автомобиля Где-то что-то чуть-чуть всегда недонастроено и образ приятной машины разрушается А теперь посмотрите на Tugela Здесь современная европейская платформа, продвинутый силовой агрегат с мощным мотором, хороший полный привод и множество современной электроники И давайте сегодня вместе с вами попробуем разобраться, удалось ли наконец-то китайцам создать по-настоящему гармоничный автомобиль Напомню, что концерн Geely уже довольно длительное время владеет компанией Volvo И поэтому шведские разработки и технологии постепенно появляются и внедряются на автомобилях марки Geely Например, компактный кроссовер Geely Coolray построен на оригинальной платформе, которую помогали разрабатывать шведские инженеры Кроме того, на Coolray стоит вольвовский мотор А вот Tugela построена не на китайской платформе, а на оригинальной вольвовской платформе, на той же, которую использует кроссовер XC40 Эта платформа называется CMA и тут все по современным лекалам Фиксированным является расстояние от передней оси до моторного щита Предусмотрены возможности для электрификации, кузов из высокопрочных сталей Само собой, здесь поперечное расположение двигателя Спереди подвеска McPherson, сзади многорычажка И усилитель руля здесь по современной моде электрический Причем здесь используется дорогая схема, когда мотор электроусилителя расположен непосредственно на рейке Tugela аж на 12 см длиннее Tiguan, а по габаритам она, можно сказать, копирует нынешний RAV4 И еще любопытный факт Несмотря на то, что Tugela гораздо крупнее соплатформенного кроссовера XC40 Колесная база у них отличается всего на 1 см И кроме вот этого яркого дизайна, хочется отметить, что собрано Tugela довольно аккуратно Зазорчики в целом ровные, молдинги на дверях не топорщатся Да, кое-где, может быть, можно найти какие-то нюансы Но в целом снаружи автомобиль выглядит опрятно И мне нравится внимание китайцев к деталям Например, бесключевой доступ здесь не кнопочный, а бесконтактный Двери полностью прикрывают пороги от грязи Сзади стоят фетровые подкрылки Форсунки омывателя аккуратненько убраны под кромку капота А спереди у решетки радиатора здесь стоят активные жалюзи, которые закрываются, когда двигателю не нужно много воздуха для охлаждения Капот здесь открывается, как на автомобилях BMW Нужно сначала два раза дернуть рычажок И здесь уже после этого нажимать ничего не нужно Открываем, два газовых упора По традиции для Gili здесь практически все закрыто пластиком Это волевский двухлитровый четырехцилиндровый турбомотор из современного модульного семейства Алюминиевый блок, непосредственный впрыск, ремень в приводе ГРМ, куча электроники И в том числе здесь электрический насос охлаждающей жидкости Выдает этот мотор 238 сил и 350 ньютон-метров крутящего момента Цифры вполне неплохие По спецификации Gili у этого мотора свой собственный индекс, который написан вот здесь на наклейке Кстати, интересный факт На топовую версию этого мотора мощностью чуть больше 300 лошадиных сил Ставится помимо турбонаддува еще и приводной нагнетатель Как в свое время было на фольксвагеновском моторе 1.4 TSI Twin Charger Но на Tugelo такая версия не ставится Коробка передач здесь это классический восьмиступенчатый автомат Aisin Привод полный Причем поскольку Tugelo это ближайший родственник Volvo Заднего здесь тоже подключается электрогидравлической муфтой Haldex Теперь про цены Начальная комплектация Luxury стоит 2 миллиона 400 тысяч рублей И оснащена она уже неплохо А вот эта топовая комплектация Flagship Это уже 2,5 миллиона рублей И с учетом того, что комплектация здесь очень богатая А новый 220 сильный Tiguan стоит уже почти 3 миллиона рублей То в принципе это получается довольно неплохое предложение Особенно если у вас будет хорошая скидка Которую вы как всегда сможете найти на сайте автоспот.ру И не забывайте, что помимо скидок и спецпредложений от официальных дилеров Через автоспот можно записаться на плановое ТО со скидкой Для этого указываете вашу марку модели модификации Выбираете номер ТО И после этого кликаете на карте на самую лучшую цену Такое предложение работает в Москве и Питере Причем гарантию вы не теряете В любой комплектации Тугелы стоят полностью светодиодные фары Омывателей у них нет Корректор ручной Но светят эти фары достойно А дорожный просвет по нашим измерениям это 20 сантиметров Причем днище выполнено очень аккуратно Там ничего не торчит И пожалуй единственный минус это то, что с завода здесь нет штатной металлической защиты Только простой фетровый пыльник У Тугелы есть бесконтактное открытие багажника взмахом ноги под бампер Довольно шустрый электропривод Но сам по себе отсек компактный Всего 326 литров заявленный объем И сюда с трудом влезают три наших чемодана Хотя отделан этот отсек аккуратненько Есть полочки по бокам Есть 12-ти вольтовая розетка Пара крючков И вместительный органайзер под полом По запасу места сзади Тугела далеко не рекордсмен в этом классе Да, есть определенный запас места в коленях Но он небольшой Кроме того диван здесь не регулируется ни продольно Ни по углу наклона спинки И по этой части Тугела конечно уступает Например тому же Тигуану Кроме того уступает она еще и по оснащению Да, стандартные вещи вроде подлокотника Подогрева второго ряда зарядных USB разъемов здесь есть Еще здесь вот такие прикольные подголовники с ушками А вот отдельной зоны климата Столиков отхидных в спинках передних сидений Или шторок на окнах здесь нет Спереди интерьер Тугела мне нравится Во-первых здесь все очень стильно выглядит Интересный дизайн Есть множество каких-то прикольных деталей Например вот эти массивные ручки открытия дверей Вот этот поручень на центральном тоннеле Интересная комбинированная обивка И с качественной кожей наппой Вот такой вот замши Нефиксируемый джойстик трансмиссии С такими приятными усилиями Плюс здесь вас окружают два высококачественных дисплея Все это чуть развернуто к водителю В общем выглядит здорово Во-вторых и это самое главное С точки зрения эргономики этот интерьер продуман здорово Начинаем с сидения Это уже не какая-то примитивная китайская лавочка И это уже вполне комфортное кресло С длинной подушкой Можно отрегулировать угол наклона этой подушки Комфортный профиль у спинки Есть такая неплохая боковая поддержка Подголовник регулируется не только по высоте Но и продольно Плюс есть регулировка поясничной опоры По двум направлениям И память на два положения Здесь хорошая обзорность Стойки не очень толстые Крупные зеркала И низкая подоконная линия И обратите внимание Как китайцы проработали меры Чтобы у вас не запотевали стекла Здесь на дверной карте Есть отдельный дефлектор И если открыть дверь То видно, что вот здесь в торце передней панели Идет отдельный воздуховод к дверной карте Как в старых BMW или Mercedes Комплектация у Tugelo очень богатая Есть панорамная крыша Есть вентиляция сидений Беспроводная зарядка Круговой обзор Есть комфортный доступ То есть когда вы садитесь в машину У вас сидение отъезжает назад Еще есть интересная фишка Охлаждения и подогрев подстаканника Плюс полный набор современных помощников для водителя Адаптивный круиз Система экстренного торможения Слежение за разметкой и удержание в полосе А также контроль усталости водителя И судя по заглушкам Вот здесь слева от руля И по заглушке над приборной панелью В Китае на Tugelo ставится еще больше опций В том числе и проекция С качеством все неплохо Аккуратная подгонка панелей Минимум какого-то жесткого пластика Везде все мягенько и добротно Но что не понравилось Этот интерьер довольно сильно скрипит на морозе Кстати про морозы У сидений здесь греется только подушка И нет полноценного обогрева лобового стекла Цифровая приборка нарисована здорово Здесь такая контрастная красивая картинка С очень высоким разрешением Есть несколько тем в зависимости от выбранного ездового режима Но самая удобная мне кажется классическая тема Когда у вас на дисплей выводится традиционный спидометр и тахометр Ну может быть немного придется привыкнуть к управлению бортовым компьютером Потому что по умолчанию вот этот джойстик на правой спице руля Он отвечает за управление мультимедийной системой А чтобы управлять им бортовым компьютером Нужно сначала нажать отдельную клавишу И еще из того что показалось не совсем удобным Во-первых беспроводная зарядка здесь располагается Под основным центральным тоннелем Хотя гораздо логичнее было бы расположить ее вот здесь А у вот этого нефиксируемого джойстика трансмиссии Можно перепутать кнопку паркинга С кнопкой которую нужно зажимать Чтобы переключаться между режимами Отдельно хочется рассказать про мультимедийную систему А точнее похвалить ее Экран здесь очень крупный Диагональ 12 дюймов Хорошая качественная контрастная картинка Очень высокое разрешение А отклик ну практически как в любом современном смартфоне Сам интерфейс приятный Он тоже сделан на манер смартфона Вы например можете здесь конфигурировать Свои рабочие столы Менять местами иконки как вам удобно Это здорово Сверху вот так можно вызвать менюшку С быстрым доступом к всевозможным настройкам Здесь же можно отключить звук И активировать Wi-Fi или Bluetooth Еще здесь отменная система кругового обзора С очень качественной картинкой С любой из камер Кроме того есть возможность Включить 3D вид как бы с высоты птичьего полета Ну не знаю насколько много от него толку Но работает все шустро и симпатично Есть атмосферная подсветка Есть множество возможностей для настроек Плюс интеграция со смартфоном Через специальное приложение Easy Connection В общем мультимедийка современная Давайте попробуем поставить ориентир в разгоне до сотни Да у нас сейчас далеко не сухое асфальтовое покрытие Зимние липучки Но тем не менее Включаем режим спорт Старт с двух педалей Поехали Неплохой рывок с места Заявлено аж 6,9 секунды до сотни Бодренько 7,89 Теперь попробуем отключить стабилизацию Есть Еще раз Примерно все то же самое Все таки у нас полный привод 7,83 Не ручаюсь конечно за 7 секунд ровно Но я думаю 7,5 А может быть и низкие 7 секунд до сотни Тугела сделает Достойная динамика Вообще бодро везет этот моторчик Причем мне нравится что здесь хороший запас тяги Ты ощущаешь вне зависимости от режима Допустим ты надавил педаль газа в пол Или просто как-то средне ускоряешься с обычных скоростей Всегда ты понимаешь что здесь есть динамика И это приятно И звук у этого двигателя на удивление неплохой Хотя да казалось бы это банальный двухлитровый турбомотор Но что-то такое вполне выразительное Он ворчит себе под нос На низких оборотах ты его вообще не замечаешь А ближе к красной зоне тахометра Этот звук совсем не напрягает И любопытный факт Точно так же как и на более компактном кроссовере Geely Cool Ray Здесь отчетливо слышится шипение воздуха на впуске И когда ты давишь на педаль газа И когда ее отпускаешь Восьмиступенчатый осин не путается в передачах Отклики на газ внятные Их кстати можно заметно обострить Если перейти в спортивный режим И нет никаких проблем с тем чтобы двигаться в потоке В общем по силовому агрегату Мне Тугела понравилось За исключением разве что расхода топлива В таком более или менее бодром режиме Здесь получается ну почти 15 литров на 100 километров Для современного турбомотора это много И по моему еще с тех времен Когда у Вольво были по сути фордовские турбодвигатели Ничего не изменилось Аппетит не скромный Руль по усилию здесь довольно странный Не хватает прозрачности Электроусилитель явно что-то слишком мудрит С реактивным действием И ощущение такое будто вы здесь какую-то вязкую резину Сжимаете в рулевой рейке К этому нужно привыкать Но в около нулевой зоне руль не зажат Везти машину по трассе на крейсерской скорости удобно А в остальном по управляемости Тугела настроена неплохо Хорошие цельные реакции Нет особых проблем с курсовой устойчивостью И что особенно заметно сейчас В скользких условиях Тугела не упирается на входе в поворот И весело с охотой встает на дугу А уж если надавить на газ То муфта Халдекс здесь явно не жадничает И не опаздывает с подачей момента на заднюю ось Потому что машина под тягой По спортивному закручивается внутрь Причем система стабилизации здесь отключается До скорости в 90 км в час И при желании на тугеле можно поскользить И делать это в принципе приятно Трансмиссия в целом здорово настроена Чувствуются вольвовские корни Когда ты просто едешь по какой-нибудь снежной каше Получается безопасно При желании можно пошустрить и пройти поворот боком А при необходимости Не страшно заехать в сугробы Давайте посмотрим, что может полный привод тугелы Сразу выбираем режим глубокий снег Потому что снег у нас действительно глубокий Пока система стабилизации включена Попробуем Уверенное управление тягой Причем Трансмиссия позволяет буксовать И машина Уверенно выбирается назад По своей колее Да, пробуксовка Достаточно сильная Хотя стабилизация Стабилизация включена Очень неплохо То есть по сути вам даже не нужно нажимать Никакую кнопку Отключение Электроника позволяет буксовать И уверенно-уверенно тянет машина То есть муфта Haldex Работает Вот тихонечко подъезжаем Начинаем закапываться Газ в пол Поехали Вообще без проблем А теперь, пожалуй, самое интересное Как при вот этой неплохой управляемости Подвеска ведет себя с точки зрения плавности хода Ведь обычно у китайских автомобилей С этим бывают проблемы То недостаток энергоемкости на грунтовке То в городе получается слишком тряско и дискомфортно Действительно гармоничную настройку найти получается очень редко А здесь, пожалуйста Вот она, приятная упругая подвеска Она действительно здорово разглаживает дорогу И мелкие, и крупные неровности Не собирает какую-то лишнюю короткую волну Лежачий полицейский можно проезжать ходом И на какой-то дачной дороге Здесь можно держать бодрый ход Все это, конечно, хорошо Тут нет никаких сомнений Но главное, что здесь есть приятное ощущение дорогого хода Если хотите такого бархатистого качения И вот этого на китайцах я еще не встречал ни разу Действительно, вольвовская платформа сработала И с акустическим комфортом здесь, на удивление, все неплохо В городе Тугела вообще ощущается чуть ли не по-премиальному тихой На скорости, конечно, уже все попроще Но это все равно очень достойный уровень В итоге у Джили получился приятный и по-настоящему гармоничный автомобиль Не могу поверить, что я говорю это про китайскую машину Да, пусть не своими собственными усилиями Пусть с использованием вольвовской платформы Но результат, вот он, перед нами И если сейчас мне кто-нибудь скажет, что он собирается купить Тугелу То я вовсе не буду считать этого человека сумасшедшим Друзья, спасибо, что посмотрели этот ролик Обязательно напишите в комментариях ваше мнение о Тугеле И, конечно же, ставьте лайки Подписывайтесь на канал Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео Мы с вами увидимся, как всегда, через неделю Пока